Планета Дзюдо И мы сегодня поговорим о борьбе. Я набросал ряд вопросов. Леонид по возможности даст компетентный ответ. Леонид, борьба как здоровье-сберегающая технология? На ваш взгляд, насколько актуальна? Я считаю, что борьба готовит человека к любым неожиданностям жизни. И в физическом плане, и в моральном плане. Не зря такое существует. Я считаю, что борьба – это сила шпангиста, ум шахматиста, быстрота спринтера, выносливость стаила, ловкость акробата. Это уже говорит о борьбе. Для того, чтобы подготовить борца, нужно все эти качества развивать. Без интеллекта, без хорошей головы тяжело стать хорошим борцом. Все сильные, все техничные. И в конечном счете побеждает человек. Но интеллект, я так думаю. Поэтому борьба без спорта, который готовит к любым неожиданностям жизни. Ну и, соответственно, получается, что человек, который готов к любым неожиданностям спорта, он, в принципе, как бы всесторонне здоров. Да, он и всесторонне здоров. И он, как правило, успешен. Если он правильно совмещает учебу со спортом, то и в жизни он добивается больших результатов и в бизнесе, и в профессии, которые он выбрал. То есть борец – это человек победитель. Конечно. Борьба для людей с ограниченными возможностями. В Израиле и вообще. Как вы думаете, это актуально? Я знаю, что проводят чемпионаты для тех, кто слабый слух. Но больше этого не скажу. То есть игры для слабослышащихся есть чемпионаты. Для более таких людей, у которых какая-то инвалидность. Я не слышал об этом. Но занимаются ролики. Видел, как борются спортсмены, не имеющие даже после ампутации ног. У вас в клубе вообще в вашей практике доводилось заниматься с такими людьми, которые делают различные патологии в здоровье? Ну, были дети, которые еще не доходили до соревновательного спорта на этапах общей подготовки. Они тоже приобретали уверенность, как и ДЦБ. Они такие были растянутые, гибкие, как будто бы соревновались наравне со всеми, не имея никаких поблажек. То есть до соревновательной борьбы у меня нет такого опыта. А вообще в Израиле как? Не проводились у нас ни разу для такого. Вот один мальчик из семьи, который 8 деток, он слабослышащий. Я говорю, что если дойдет, будет тренироваться, то мы с ним подготовим победителя таких соревнований, которые будут тренироваться со всеми вместе. А там, как говорится, то есть зал открыт для всех. Но мне пока не приходилось. Мы с вами ехали сегодня. Кстати, я скажу, что мы сидим около Олимпийского комитета Израиля. И мы с Леонидом в машине пока ехали сюда, говорили о многом, в том числе и о политике. И немножечко, может, немножечко ваших комментариев. Борьба и политика. Так, вот это не только касается борьбы. Это и весь израильский спорт, с уверенностью, политизированный. Борьба между спортивными обществами. Иногда принимает такие формы, что просто неприятно слышать и вспоминать. К счастью, у нас с 2009 года в Федерации борьбы нет слова политика. Те, кто готовы трудиться и на благо израильской борьбы, каждый, который будет вносить посильный вклад, все, соответственно, получают за это вознаграждение. То есть у нас нет понятия. Я, например, старался еще в то время, когда мы были, скажем так, по позиции, развивать борьбу, чтобы она была не только в оппозиции, чтобы была борьба Макаби, и мы открыли общество Аутсма. Была одно время команда АСА, как Буревестник, по принципу Буревестник, в университете Бангурен нашем. Было бы побольше тренеров. Я считаю, что чем больше спортивных общественников мотивируют борьбу, тем больше конкуренция, тем каждое спортивное общество больше будет вкладывать в борьбу. Когда я приехал, практически борьба была в Пойле. То есть стимула у чиновников из-за Пойла не было большого развивать и вкладывать. И так все, вся борьба у нас. Когда появилась конкуренция, Макаби открылись клубы Аутсма, тогда, соответственно, спортивные общества начали больше вкладывать в развитие борьбы. Это только на пользу. То есть, как когда-то в Советском Союзе проходили чемпионаты Центральных Советов, мы тоже стараемся, это вот соревнования такие культивируют Леринство Макаби, Леринство Апоя, чтобы дать дополнительные старты для ребят. Борьба и дети. На ваш взгляд, я увидел, и мы с вами говорили, что о детях, о том, что это полезно. На ваш взгляд, насколько это актуально, полезно и важно через борьбу, допустим, ребенка подготовить к жизни? Да, у нас такой проект существует, вот, как называется, борьба, это путь к, ну, всю инуту преуспеванию, преуспеванию в жизни. То есть, этот проект мы осуществляем в рамках одного, одной высшей школы, там, где с 7 по 12 класс ребята учатся. И мы контролируем их учебу, контролируем, если нужно, уроки помощи им делают. Утро начинается в 7 часов утра зарядки, заканчивается в 9 вечера тренировкой. Вот, и учеба и спорт – две вещи. Я говорю, ребята, кто может совмещать учебу и спорт, вперед, мы будем вместе тяжело работать. Кто не может совмещать, идите, учитесь, потому что это ваша будущая профессия. Со спорта в Израиле прожить очень тяжело, единицы могут выжить. Поэтому, начиная с детского возраста, с маленьких деток, это сначала дисциплина, потом общая подготовка, координация. И уже начиная с 7 класса, я считаю, это время, когда ребята подготовлены физически, уже немножко у них психика окрепла. Тогда можно с них уже начинать делать борцов. Борьба и ветераны, ветераны спорта. Вчера, кстати, мы встретились с одним из ветеранов, это Юра Ягудаев, да? Да, да, Юра. На ваш взгляд, насколько это интересно и в вашем клубе развивается, и вообще в Израиле? Я рад, когда ветераны приходят в зал, и у нас ребята в основном приходят поиграть в футбол, там брегби, и попариться ветераны. Уже они понимают, что для борьбы они уже чуть-чуть возрастные, но недавно, но все время ребята пытаются делать, готовиться к чемпионатам мира по ветеранам. И вот недавно, в этом году, парень из классической борьбы, который был в свое время третьим на чемпионате мира до 20 лет, и рано перестал относительно заниматься из-за травмы колена. Это была причина, он выучился, сделал первую, вторую, третью степень, руководит психиатрической больницей, вернулся тренироваться, согнал где-то порядка 8-10 килограмм веса, и сейчас стал третьим на чемпионате мира по ветеранам 45 лет. Выиграл три сватки. То есть, вот он был до 20 лет призером мира, и сейчас стал. Это огромный пример для молодых ребят, что спорт, он не заканчивается в 20 лет, что нужно продолжать. Поэтому мы очень радовались его успеху, и всячески, конечно, мы это дело все рассказываем молодым ребятам. Ну, мы уже немножко затронули эту тему. Борьба и воспитание нравственных качеств. Нравственных это уважение, дружба, скромность, поняточность, самоконтроль. На ваш взгляд, вы, ну, то есть, в вашем клубе насколько уделяете этому внимание? Можно ли через борьбу развить или воспитать эти качества? Мы стараемся, во-первых, праздновать дни рождения. У нас есть для этого место за залом. Им заказываем пиццу или делаем с ними барбекю, мангал. Праздновать стараемся медалей, поздравлять ребят, которые отличившихся. И вообще во всем мире борцы, наверное, единоборства, такие вот как дзюдо, губа, это тяжелейшие виды спорта, которые всегда должны с уважением относиться к сопернику. Если дзюдо, по-моему, только поклон, то в борьбе обязательно рукопожатие до начала схватки, в конце схватки. Выиграл, проиграл, и существует много примеров для противника на ковре, а в жизни большие друзья. Борьба и конкуренция. Как сейчас вообще конкуренция среди борьбы, имеется в виду вольного стиля, классической, с другими видами борьбы, самбо, дзюдо и в мире? Насколько вы поддерживаете, чтобы была свободная конкуренция или какая-то жесткая конкуренция? Нет, конкуренция всегда дает только плюс. Например, наши ребята, большинство принимают участие в соревнованиях по классической борьбе. И иногда удается и выиграть. Классики иногда приходят к нам побороться, чтобы иметь дополнительный старт, потому что в Израиле недостаточная конкуренция между клубами, особенно в старшем возрасте. Мы для увеличения конкуренции даже проводим чемпионаты с двойной веса, чтобы веса смежные, чтобы была интересная борьба и непредсказуемый результат. То есть мы стараемся делать все, чтобы повышать конкуренцию. Но конкуренция будет тогда, когда будут сильные клубы. Будут сильные клубы, будет сильная конкуренция, будет сильная сборная. Поэтому основная моя задача направлена, если где-то тренер в каком-то городе появляется, ему нужна помощь, назначать встречу с мэром, ехать, объяснять, что это хорошо, что борьба в битспорте недорогой. Больших не требует вложений, и что это только деток из, наоборот, социально слабых слоев населения подтягивает, и спорт недорогой. Они могут через спорт добиться жизни и успехов своих. Будущее борьбы. Я почему задал этот вопрос, потому что я слышал, что была такая дискуссия, что якобы исключить борьбу из олимпийской программы. И вообще, на ваш взгляд, не только этот вопрос, но и вообще будущее борьбы. Как вы его видите? Я исключительно олимпийской программе. Это было, что нам разговорили за то, что был конфликт в свое время между руководством Международной Федерации борьбы и Олимпийским комитетом. Я думаю, это была какая-то там политика у них. А исключить борьбу, который древнейший вид спорта, который очень популярен в мире, я не верю, что такое может быть. Поэтому мы верим, что борьба есть и будет оставаться олимпийским видом спорта. Тренируемся, готовимся. Зидо у нас тоже хорошо развивается в Израиле. Очень хорошо. Мы стремимся догонять, не отставать. В этом году две медали чемпионата Европы и мира. Молодежь и привез мальчик выходить из Эфиопии. Это говорит, что зал открыт для всех. Не только русскоязычные выходцы из России. Любой мальчик, который может прийти и будет тренироваться, он может добиться. Главное, чтобы создавать ему условия и мотивацию. Спасибо, Леонид, за короткие, ну, в принципе, достаточно понятные ответы. Так что будете в Бершеве, будете в Израиле, находите Леонида, находите его зал. Занимайтесь борьбой. Это не помешает. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.